Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме инвесторов Ютроект ТВ. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем эфир передачи инвестиционной идеи за сегодня, 9 марта 2021 года. Сегодня у нас вторник, но воспринимается как понедельник, поскольку вчера был праздник, 8 марта. Еще раз присоединяюсь ко всем поздравлениям, прозвучавшим вчера в адрес нашей прекрасной половины, и желаем всяческого счастья и благополучия. Давайте посмотрим, что говорят нам технические фундаментальные анализы, и посмотрим вместе с вами, как нам жить и работать сегодня. Начинаем с технического анализа. Ну что, друзья, видим, что Еврик продолжает свое движение вниз. У вас на экране, я сделал такую разметочку. Вы помните, что перед выборами и после выборов я говорил о том, что стабилизация начнется... Ну, мы ожидали стабилизацию с 4 ноября, когда Дональд Трамп, проиграв выборы, признает поражение, но он не признал их, поэтому он продлил дестабилизацию аж до 20 января. Все время это идут в суды, даже вот на прошлой неделе еще суды заканчивались. Вот. Но ничего Трамп там добиться не смог, они уже втихую никому неинтересно и завершаются. Вот. И я говорил о том, что раз так получилось, что до 20 сентября получилось дестабилизировать обстановку внутреннюю, из-за чего доллар подседал, естественно, евро рос, то после 20 сентября можно ставить по-крупному на укрепление доллара, поскольку все-таки внутренняя ситуация острота будет сниматься, ну а внешняя ситуация, как бы потихонечку тоже какие-то обещания начнут выполнять. Что мы наблюдаем? Вот 20 января Джозеф Байден вступил, был вверх-вниз, был даже выклеск наверх, 1,22-41, но здесь уже явно, что собрали стопы, просто вынесли и двинулись в нужном направлении. То есть после прихода Джозефа Байдена на стопе псов выдвинули наверх, геврика собрали стопы и двинули вниз, уже на 300 пипсов с уровня 1,21. Вот закрытие 20 января, но Байден во второй половине дня вступил в полномочия, и вот 1,21 условная отметка. Вот уже и эти 100 пипсов, естественно, с лишним вернули, и 300 пипсов еще вниз показали, потому что сегодня ударили уже в отметку 1,18,33. То есть стратегически мы абсолютно верную линию выбрали. Меня иногда скажут, вы знаете, вот другие ресурсы портала, там все так интересно, девочки бегают, значит, мальчики переодеваются, бороды клеят и так далее. Я понимаю, это развлекуха. У нас не развлечения, у нас деньги, у нас люди, которые хотят зарабатывать деньги. Поэтому мы иногда там позволяем себе какой-то юмор, шутки, смех, но на самом деле все приходят за одним. Увидеть тренд и заработать на нем. И вот в чем наше стратегическое преимущество. Те, кто с нами зарабатывает на всех ваших прогнозах, ну и стратегические прогнозы, которые я стараюсь делать на основе фундаментального технического анализа, тоже работают. Мы на них можем зарабатывать. Вот 300 пипсов 20 января можно было заработать. Да, скажете, был вынос. Ну был, конечно, никто же не спорит с этим. Здесь могло вынести по стопам. Но это говорит только о том, что надо было или перезайти, или торговать без стопов. Стратегически уже, даже если были потери на этом выносе, они уже три раза могли отбиться, поскольку уже мы с этой верхней точки уже на 400 пипсов пробились. Даже, да, 1,22, 1,18. На 400 пипсов с этой точки мы пробились вниз. Поэтому стратегически мы верны. Вот. И я всех поздравляю с этим заработком. Надеюсь, что он продолжится, потому что и по фундаментальному, и по техническому анализу мы явно идем на наши долгосрочные цели. Давайте включим их. Это вот месячный график перед нами. Хаёв мы не обновили. 1,25 не показали. К сожалению, это надо иметь в виду. И, судя по всему, мы все-таки идем на 1,16, на цель Оксаны. Ну, а ниже еще есть цель Александра Жилина. Естественно, это рынок. Естественно, никаких прямо там, знаете, 100% вариантов в жизни не бывает. Но вот эта цель, которую мы с вами отложили от января до вниз, она отработана. Будет ли отрабатывать дальше? Увидим ли мы 1,16? Я думаю, что да. Потому что пока европейцы ничего такого не сделали, чтобы прямо рассуждать о возможном укреплении евро. Ни реформ, ни национализации, ни каких-то, так сказать, еще возможных действий. Все помогают, естественно, своим экономикам. Вчера, кстати говоря, много рассуждали о том, что вот пакет, в субботу прошедший был подписан пакет на помощи экономике на 1,9 триллиона долларов. Но эта новость уже старая, она давно выкуплена. И поэтому на ней, хотя она фактически вступила в действие только вчера, на ней еврик провалился. Ничего не произошло вчера. Посмотрите. Сколько людей ставило на ослабление доллара на этом пакете? Все вчера обанкротили. Вот в чем суть. Новость старая. Уже все. Ее не продашь 10 раз. Нельзя одну квартиру продавать 10 раз. Это незаконно. Поэтому, друзья, да, вот движение вниз стратегическое. Оно сохраняется. И этот пакет во многом пойдет не на рынок. Он может еще, конечно, откатить назад. И может и 100 пипсов еще назад отобьют, без сомнения. Но новость уже отработана. И эти деньги все-таки пойдут в основном на помощь хозяйствам. Это не помощь Трампа. Он помогал богатым. В них образовывались миллиарды долларов, которые шли на рынок. А здесь помогают бедным. У них только долги погашаются за счет этого. Ничего больше не происходит особого-то. Вот в чем суть. Малым бизнесам помогают. Те тоже все в долгах. Не только в России малый бизнес лег. Он и в Америке в значительной степени, скажем так, сложной ситуации. Но там помогают. А у нас малому бизнесу денег, в общем-то, да и физлицам тоже денег не дают. А там вот по 1400 или по сколько-то там долларов раздадут чеки в очередной раз. Ну, что сказать. Вот так вот. Мы выживаем сами. Две страны, две системы. Но центральная идея, что доллар укрепляется, потому что этими деньгами они спасли экономику, спасли людей, спасли бизнесы. И теперь Америка, поскольку оказала большую помощь, она просадку уже пересидела на этой новости. И теперь она будет только укрепляться. Я не вижу в ближайшее время, чтобы этот тренд был сломан. Тренд, который мы видим на дневном графике. Ну, вы знаете, я торгую вообще. Итродей для меня. Но это график большой тренд. Вот, скажем так. И что будет сегодня? Может ли быть сегодня откат после таких мощных движений? Вполне может быть. Но я бы его просто пережидал, пересиживал, искал бы точку входа на продажу евро-доллара. Это однозначно, друзья. Да, ну давайте сегодня дождемся, например, превысит ли половину вчерашнего сечи падения. Для меня вот это интересно. Для меня золотая середина, святое понятие. Поэтому, друзья, кто вчера заработал на продаже евро-доллара, всех поздравляю, сегодня, на мой взгляд, может быть откат. Никакой предсказать невозможно. Но я бы искал точку входа на продажу. Я бы и не предсказывал. Я бы ждал слома. А стоять в этой короткой, вернее, стоять в позиции купленного евро и гадать, куда будет коррекция, если вы согласны с темой тренда вниз с 20 января. А здесь совершенно он заметен точно, если, я думаю, все вы согласитесь. Вот. Мне кажется, опасно. Ну, естественно, у нас 50 на 50 все на E-Trade TV. Половину сейчас купят, половину продаст. Каждый в своем таймфрейме сможет заработать. Ну, мне кажется, если торговать так, все-таки торговать по тренду выгоднее, движение больше, меньше. Вот такая моя точка зрения. И фунт говорит, ничего не знаю, это по евро такое падение, а у нас по фунту вот это движение, о котором мы вчера говорили, было движение вниз, но сегодня пошли наверх. Не верю. Точно так же считаю, что надо искать точку входа на продажу фунта. Ориентиров, друзья, никаких не говорю, потому что сегодня очень скользкий день. Кстати говоря, 9 марта, второй год подряд скользкий день. Помните 9 марта, когда 6 марта наши уехали с саммита ОПЕК, тверкнули, ушли и все. И 9 марта у нас обвалилась нефть, ну и все, там, так сказать, много чего посыпалось, большие потери были у трейдеров. 9 марта прошлого года, наверное, самое большое количество трейдеров ушло с рынка, поскольку очень многие все потеряли. Потом, правда, было 20 апреля, там отрицательные цены на нефть, оно как-то заткнило 9 марта. Но 9 марта по степени разрешения было гораздо больше таким. Было гораздо больше людей, пострадавших, поскольку вот такое падение нефти никто как-то не ожидал. Поэтому и сегодня тоже будет очень трудный день. Я не знаю, я назову хоть один точный ориентир сегодня по покупке или по продаже, посмотрю еще, тут тоже ответственность свою моральную осознаю. Поэтому по фунту, друзья, фунт я лично не покупаю, жду точку входа на продажу. Доллар японская иена с утра уже продвинулся, обновил новые рекорды, новые хаи за большой промежуток времени 109-23. Здесь уже прошли, понимаете? Здесь тоже ходить, не ходить в этот рынок. Давайте этот рынок пробитый и не уже уберем. Тоже неопределенность. Доллар-франк. А вот доллар-франк, нет, все-таки я нашел один инструмент, по которому у меня есть идея. Да, он очень уверенно идет. Сегодня с гэпом вниз, но уже отыграл. Я думаю, что вот этот уровень 0,93-91 будут брать. А это почти 50 пипсов, друзья, от текущих. Поэтому вот идея покупка доллар-франка, на мой взгляд, наиболее интересная из того, что мы увидели. Доллар-канадец. Уже провалили его вниз. Можно сузить торговый диапазон. Давайте, кстати, поставим торговый диапазон этой недели. Вчера выросли, сегодня на это же расстояние снизились. И здесь все очень просто. Куда вывалимся, туда и пойдем. Австралийский доллар-доллар вчера провалился. До нашей цели не дошел, до сильной поддержки. Но движение назад мне очень убедительно. Хотя здесь половину пересекли. Тоже размышления. Тоже размышления, друзья. Нет, здесь ничего интересного. Доллар-турецкая лера. Мощное движение вчера. Ну и 7,78,41. Сегодня некакая коррекция. Та же мысль абсолютно. Покупка доллара. Вернее, смотреть, снизится ли больше половины. И если нет, то покупать доллар-рубль на разворот. ДАКС, друзья, вчера очень удивил ДАКС. Очень удивил. Мощное такое движение. Программа 14,411. Что обновляют, что только можно, что нельзя. Сегодня некоторая коррекция. Но мне кажется, уже можно покупать. Но уже тренд сложился однозначный. Сам не буду покупать. Точно. Потому что не понимаю причин, почему падал, почему растет. Рынок очень сложная тема. Пузырь, музырь, не знаю. Но было хорошо. Было хорошо. Тоже, мне кажется, коррекция какая-то. Иская точка хода покупку. Ну, посмотрите, вчера мощное движение ДАКСа наверх. Фьючерс на германский фондовый индекс ДАКС. И мощное движение вниз по S&P 500. Вот как здесь угадать тренд? Не угадаешь. По логике сегодня S&P 500 должен идти наверх. Золото, коллеги, самый, наверное, сложный инструмент. Ну, вот посмотрите, вчера мощное движение. Доллар завалил вчера все. В том числе и золото. Ударили мы в нижний здесь. Даже вышли из торгового диапазона. Прокололи вниз. Ну, это как бы зачетный такой прокол. Это не означает движение резкого вниз. А сегодня пытаемся отбиться. А посмотрите. А сегодня пытаемся отбиться. Тоже не верим. Тоже, думаю, искать точку входа в покупку. Продажу золота нужно. На лоях вчера, кстати, были 1676. О, какая история у нас приключилась. Кто всех бьет, мне кажется, в металлы. Бро, та же история. Сегодня пытается отскочить. Но давайте посмотрим, что получится из этой попытки. Отсколько я в нее не особо верю. Но вставать против тренда тоже опасно. Зачем? Кто хочет рискнуть, покупайте серебро. Здесь цель видна. 26.01. Хорошие деньги. Ну, а кто не верит, может быть, постоять, подождать, пока развернут. Дефт, друзья. Очень сложный инструмент. С учетом 9 марта, годичной давности. Прямо даже страшно ее сегодня брать. Вчера мы рискнули, нарисовали линии вниз. Ну, поскольку, на наш взгляд, уже и сезон отопительный прошел в северной части земного шара. И там общие проблемы с добычей снизились. В Техасе там замерзали установки. Их даже на несколько дней, по сути, отключали. Добывающие эти станции, насосные станции. И сейчас это все уже прошло. Уже везде жарюка, уже везде все тепло. В Техасе больше 20 градусов тепла. То было минус 20 пару недель назад. Так вот, сейчас, в общем-то, добыча восстанавливается. Отопительный сезон проходит. Мне кажется, движение вниз чистое сезонное. На эту отметку 58.89 по WTF вполне возможно. Та же история по Brent. Вчерашние хаи бренда 71.35. Мы уже их отыграли. 67-68. И цели, вижу, здесь 62.52. Доллар китайский юан. Посмотрите, как стартанул доллар. 6.56.21. О, как мощно пошел. Мне кажется, сегодня какая-то коррекция. И наверх. Ну и доллар-рубль, друзья. Вчера мы с вами прогнозировали, что он сходит вверх и вниз, а вернутого все равно откуда взяли. И так и произошло. Ну, напомню всем, что в пятницу были общие торги, а вчера торговал только Запад. И московская биржа не работала. И поэтому я высказал идею, что сходят вниз, сходят вверх, разведут людей на торговом диапазоне, а закроют ровно где закрыли пятницу. Так и случилось. Развели торговый диапазон был на рубле вчера был в 80. Правильно, да? Тут пятизнак у нас. Правильно, да. В 84 копейки. Хорошие деньги. Вверх-вниз прогуляли, с людей деньги собрали, и как бы все замечательно. Вот. Это западный рынок, западная платформа. А закрыли ровно в точке, где закрыли в пятницу. 74,47. И вот сегодня с этой точки идет укрепление рубля, движение доллара вниз. Ну, что, конечно, всех шокирует. Почему? Потому что оснований таких каких-то видимых вообще нет. Доллар-рубль по фундаментальному фактору должен идти наверх. Сейчас мы эту тему обсудим. Вот. По техническому фактору. Ну, по технике, может быть, вчерашнюю свечу пытаемся повторить. Здесь однозначная позиция, друзья. Я сейчас, конечно, коснусь фундаментальных факторов. Здесь однозначно. Доллар-рубль нечем удерживать. Нечем удерживать. Реформ нет. Изменения ситуации нет. Да, доллар-рубль сейчас растет на действиях Центробанка. Сколько денег у Центробанка, мы не знаем. Ну, дай бог, чтобы было побольше, потому что мы не хотим падения рубля, естественно, никто. Но в то же время терять деньги на, так сказать, на излишней вере, видя, что никаких событий не происходит. Да, коронавирус сильно ударил. Да, бизнесы повалились. Поддержки бизнесам никакой. Людям поддержки. Тоже, в общем-то, такая условная больше имитация поддержки, чем сама поддержка. Вот. И поэтому доллар вообще, рубль обрет черный-то, понятно. Шансов немалейших нет. Поэтому надо готовиться к каким-то высоким цифрам. Психологически не надо там паниковать, что-то бежать куда-то покупать. Нет. Это обычное нормальное явление. Рубль падает 800 лет всю историю своего существования. Вот. Каждые 50 лет динаминация. То есть, ничего, никаких процессов. Будет ли реформа денег в ближайшее время? Будет ли динаминация еще в какой-то форме? Ну, не знаем. Даже и гадать не будем. Просто тупо, так сказать. Вот сейчас, в 90-е годы, номер два, совершенно точно. Никто ничего не хочет. Тогда тоже в 91-м году кричали. Давайте делать национализацию. Разводим имущество людям. Снизим налоги. При коммунистах были очень высокие налоги. Более 70% на доходе. Ничего не стали делать. Ну, и вот Советский Союз развалился. Сейчас тоже все кричат критом. Ну, плюс кому, что, так сказать, бизнесы валятся. То есть, коронавирус. Помогайте людям. Спасайте людей. Спасайте малый бизнес. Тоже не допричали из ничего. Ну, естественно. Сейчас, когда все посыпется, то, естественно. Удержались за счет чего? За счет, например, моратория на банкротство. За счет беспроцентной помощи в выдаче кредитов на зарплату. Но это кредиты даже беспроцентные. Возвращать-то надо. А чем возвращать? Поэтому малым бизнесом, конечно, сейчас выход один закрываться. Это опять миллионы людей заработных. И шансов в этой ситуации, например, рубля, в общем-то, никаких. Единственное, что они правильно делают, политическая лица России, они пропагандой. Показывают, что нет, инфляция низкая, ничего не работает. В смысле, оснований для паники нет. Это абсолютно верно. Абсолютно правильные действия. Сейчас цена нефти выросла. Конечно, этими излишками надо поддерживать курс рубля. Не давать его падения всеми силами. Я поддерживаю это двумя руками. Но надо ясно понимать, бесконечно это длиться не может. Когда нет мотивации труду простого человека, развитие страны практически невозможно. Мы вступаем в застой. Этот застой может длиться десятилетиями. Поэтому наша задача выжить в период застоя. И трейдинг здесь может сыграть хорошую роль. Потому что спекуляция всегда была, есть и будет. Вот если вы мне скажете, давайте построим завод и запустим производство чего-то. Точно без меня. Это без шансов. В условиях налоговой системы, в условиях коронавируса, в условиях в целом отношения к бизнесу. Конечно, у нас в политической липе очень такое интересное отношение к бизнесу. И это нет, это без шансов. А вот чистая спекуляция на минимальном уровне, какая-то, так сказать, минимальная компания с одним работником или вообще как-то из лицов. Вот это вот максимум того, что разрешено сейчас. Этим и надо заниматься. Ну, друзья, давайте посмотрим, какие фундаментальные факторы еще могут влиять на рынке сегодня. Сегодня обостряется отношение между Россией, США и Европой. К сожалению, ни с кем мы не замеряемся. Ну, естественно, и американцы, и европейцы, они в этом ключе постоянно выступают. А вот сегодня в США увидели публикацию о вакцинах «Возвращение России к трюкам». Якобы четыре платформы выяснили российские дискредитные западные вакцины от COVID-19. Ну, понятно. Повода для обострения понятны. США, еще раз повторяю, в субботу утвердили пакет помощи экономики 1,9 триллиона долларов. Это позволит сохранить антиризисные выплаты и нарастить расходы на борьбу с пандемией. Конечно, это очень сильно поддержит экономику. Американская экономика уже спасена. Об этом можно прямо говорить. Единственное, что не удалось демократам продвинуть, это повышение минимального уровня заработной платы до 15 долларов в час. Да, это они продвинуть не смогли. Ну, а все остальное осталось. Кстати, я вижу комментарии, что они боятся в этом плане, что рост в ВВП 6% плановый приведет к прошлой инфляции. Они сейчас вообще на инфляцию смотрят, им это неинтересно, им главное спасти бизнес, помочь населению. Да, абсолютно верное действие. Макроэкономикой, когда все будут сыты, макроэкономикой потом уже займутся, это понятно. Далее, друзья, продолжается конфликт по линии соцсетей американских. Вот, фейсбук заблокировал ряд публикаций российских СМИ. Вот, выступил на этой теме писатель Госдумы Вячеслав Володин. Говорит, что фейсбук это не впервые делает. Ранее также поступали в Инстаграм и Твиттер. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше законодательное, наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ. Ну, то есть, я думаю, что фейсбуку, инстаграму и твиттеру, не зря я их упоминаю, конечно, руководитель Госдумы, председатель Госдумы. Я думаю, что МКРДКИ об этом давно уже говорил. Но, кстати говоря, слов много, а действий тоже нет. То есть, такое впечатление, что сейчас идет какое-то, знаете, психологическое давление со всех сторон. Вот. И Европа, и США больше говорят, чем делают. И наши тоже много уже говорят о том, что закон специальный приняли в конце прошлого года. О том, что есть право теперь заблокировать и Ютуб, и Фейсбук, и Инстаграм, и Твиттер. Вот. А ничего не происходит. Чисто вот друг на друга дают психологически и все. Ну, и дай бог. Может, так год-два подает, и забудется это все. Друзья, удивительные новости происходят в Финляндии. Жителям Финляндии выплатят компенсацию за утрату удовольствия от отпуска. Замечательно. Вот я требую такую компенсацию мне. Ну, друзья, конечно, биткоин мы не можем не пройти мимо. Мы его, я сознательно его не выдвигаю на передний план. Это очень опасный инструмент, которым можно все потерять. Но, тем не менее, он влияет на рынок и очень сильно влияет на золото. Друзья, биткоин вытащили с уровня 43 доллара пару недель назад за 43 тысячи за один биткоин. Сегодня на 53 тысячи за один биткоин. 10 тысяч за пару недель добавили биткоина в капитализации. Ну, в цене и в капитализации. Слушай, не дают его уронить. Максимум был 58, и вот сейчас 53. У меня самая большая загадка, кто покупает, как покупает. Ну что, вот народ договорился и тянет абсолютно пустой, даже непонятно кем инвестируемый инструмент наверх. Я вам точно говорю, надо взять ракушки племени Мумба-Юмба и ровно такая уже бестолковая вещь, и ровно так же раскрутить стать миллиардерами. Я вам давно предлагаю, вы не соглашаетесь. Какой-то здравый смысл ищете в действиях на финансовых рынках, а его нету. Что, друзья, давайте спросим у Монеты, что она думает насчет нефти WTI. Вчера она, кстати, показала нам бай по WTI, стихами решила повести себя. А бая не было, был селл, ставим ей нюйсик. Давайте спросим сегодня. Бросим, волнуемся. Две стороны у монеты. Баль и селл. Бросаем. По банке. И сегодня ждем на рынке селл. Мне кажется, даже из-за памяти 9 марта прошлого года будет селл. Потому что такая, знаете, память мышечная сработает. Друзья, макроэкономика дня сегодняшнего. ВВП Японии. И же ожиданий, но цифры хорошие. ВВП Европы в 13.00 ждут. Плохие цифры, кстати, минусовая. Друзья, в 13.00 могут завалить еще больше еврико. Будь бдительным. Все, друзья, подводим итоги. Итак, стратегически мы видим, что доллар укрепляется. Но бывает и коррекция, естественно. Поэтому сегодня, мне кажется, день коррекции. Кто хочет постоять против доллара, имеет на это все основания. Можно покупать еврико, можно покупать фунтика. Можно продавать доллар канадца даже при желании. Хотя, мне кажется, на падающей нет это опасно. Но это будет, на мой взгляд, это будет более короткое движение. Поэтому, если кто-то хочет... С утра, если доллар ослабляется, то в час его подтянут в обратную сторону. Поэтому, если кто-то хочет продавать доллар, то это сейчас. На любом инструменте продавайте, я думаю, заработайте. А в 13.00, мне кажется, его надо покупать. Просто за счет, мы видим, всегда интродэй-разворот. И с 13.00 до 17.30, мне кажется, его можно вполне попокупать. Ну, а в 17.30 пришедшие американцы протянут туда, куда захотят. Из тех покупок, если вы захотите покупать прямо сейчас, на мой взгляд, интересно покупать доллар швейцарский франк. 0.93.38 в моменте с целью 0.93.91. Это где-то 50 пипсов, друзья. На мой взгляд, можно попробовать заработать на покупке доллара-франка. Вот такая основная идея сегодняшнего дня. Всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!